Доброго дня, уважаемые коллеги. С вами консультант решения Верный РФ Сергей Маслёхин. Продолжаю рассказ о компетенции, квалификации, опыте наших сотрудников, нашей команды решения Верный РФ. Сейчас я хотел бы поговорить о такой компетенции, как услуга аналитика, бизнес-аналитика, у айтишников системного аналитика, маркетолога-аналитика, аналитика по рискам, финансового аналитика, экономического аналитика, речь встречается, финансовый аналитик, аналитика по бизнес-процессам, например. Нам за годы нашей работы удается перенимать компетенции смежные, помимо нашего профильного образования. То есть профильное образование, как правило, у коллег финансово-экономическое или техническое, энергетическое есть, из технологических вузов есть выпускники, из строительных вузов есть выпускники. И, соответственно, вот это дополняет как бы мозаику компетенции, вот эту матрицу компетенции наших сотрудников с разным кругозором, с разной квалификацией, с разной отраслевой, допустим, специализмичной. Дать рецепт или подсказать, как двигаться дальше, или подтвердить какие-то сомнения, обосновываясь какие-то сомнения, или подтвердить какие-то выводы, какие-то выкладки, прогнозы. То есть вот эта вот услуга аналитика, она позволяет фильтровать, оценивать качественно и структурно, системно то, что приносит. Отсюда движется много компетенций. Первое. Допустим, сейчас целая проблема, допустим, написать техническое задание на какую-то работу, которая будет выполняться, ну, как правило, вне компании, но иногда внутри. Целая проблема написать техническое задание. Кризис, кризис компетенции системных аналитиков, бизнес-аналитиков, это отмечают айтишники тоже. Самая редкая категория, да. Много программеров, кодеров, писателей текста, владеющих всеми видами библиотек и сред программирования, с ДКшек и ДЛЛ, да. Но сформулировать задачу, осуществить аудит-анализ, аудит-системы, выработать техническое задание, выявить проблемы, обозначить пути решения, люди с аналитическим складом мышления, на самом деле, только могут. И очень часто за этим обращаются к нам. Второй момент, например, возникла какая-то идея. Ее в компании надо подвергнуть, что называется, где-то критическим, с критическим подходом, да. То есть нужно всесторонне смодерировать в компании процесс обсуждения этой идеи. Выслушать мнение сторон. Ну, фактически, это функция, наверное, руководителя с аналитическим мышлением, да, который понимает, что нельзя узкотенденциозное только мнение принимать. Можно не увидеть общей картины, к примеру, да. Вот. Это умение строить аналитические докладные записки. За этим обращаются к нам. Пожалуйста, структурируйте то, что вы от нас услышали, разложите по полочкам. Дайте, пожалуйста, руководителю варианты набросайте. Неожиданно, но делаем, да. Сделайте, пожалуйста, аналитическую записку. Взвесьте, пожалуйста, несколько вариантов между собой. Оцените плюсы и минусы. Подготовьте руководителя к принятию решения. Делаем. Скажем, возникла необходимость реинжиниринга бизнес-процессов в компании. Давайте оценим все плюсы и минусы, оценим последствия. Что мы теряем, чем мы рискуем. И вот взвешиваешь все риски, финансовые, налоговые. Опять же, да, вот смотрите, наша квалификация позволяет нам подходить к реинжинирингу, к заключению сделок, к изменению бизнес-процесса, к реорганизации, переархитектуре структуры группы компаний. Да, где бизнес-единицы, где центры, затраты, все такое прочее. С точки зрения нашего широкого кругозора всесторонней оценки риска, налоговых рисков. Надо всегда смотреть, чтобы не признали искусственным дроблением. Чтобы не признали сделками между предприятиями группы взаимозависимыми компаниями, произведенным на нерыночных принципах, не по рыночным ценам. Это налоговые риски, да, естественно, 40-ая статья Налогового кодекса. А искусственное дробление 254. Это надо учитывать. Оценить сделку с точки зрения ее законности, правомерности, правильности ее оформления. Оценить финансово-экономические результаты и потери, взвесить чего будет больше. Оценить трудозатраты в затратах времени, в деньгах, в отвлеченности, занятости специалистов определенной категории на решение этой задачи. Как это? Это просто звучит. Оценить, стоит ли отчинка выделки. Здравый смысл, с одной стороны, перевод факторов, влияющих на это, в денежную оценку, взвешивание всего и вся. Бизнес-аналитик позволяет принять решения по сделкам, по вариациям, помогает компании, сотрудникам готовить информацию для руководителя, для принятия решения. Грамотный руководитель принимает решения, имеющие альтернативы. То есть, ну вот, вот такой план. Вот такая компетенция, она мне показалась чрезвычайно редкая. Я уж не говорю про управление рисками. Несколько проектов, над которыми мы работали, как правило, это проекты крупных заказчиков, которые внедряют у себя какую-то систему техническое решение, программно-аппаратный комплекс, автоматизированные рабочие места, какие-то технические решения, позволяющие оптимизировать процессы, на чем-то сэкономить или на чем-то выиграть даже, да, то есть получить там дополнительный доход, какие-то вот, ну, как это сказать, всегда в большой компании есть хлебные крошки, да. То есть надо уметь их, что называется, подобрать, потому что в силу многообразия бизнес-процессов, неповоротливости, инертности системы, трудности перепроведения регламентов, да, эти хлебные крошки никто не хочет ими заниматься, да. А в многомиллиардные компании хлебные крошки, а для малой компании с миллионной, с несколькими сотнями миллионов, это доходы колоссальные. А для компании с оборотом, там, я не знаю, там в десяток миллионов, это вообще недостижимый объем, да, который хотелось бы получить. Но, как правило, их передают дочерним или смежным компаниям, например, да, несмотря на всю декларацию привлечения малого бизнеса к закупкам крупных корпораций. Не знаю, время рассудит, как там все происходит. Так вот, управление рисками компании, оценка эффектов, вот еще одна компетенция, которую мы за последние годы приобрели. Мы, можно с уверенностью сказать, можем разложить процессы на элементарные подпроцессы, на элементы, оценивать, ну, не скажу, что это хронометраж рабочего дня, но, на самом деле, по логике очень похоже, да, хронометраж, технологическая операция, технологическая карта, вот, хотя мы прекрасно понимаем, что основные все резервы ресурсов, они не всегда в производственном процессе таятся, они таятся в управленческом процессе. Рубли, там, копейки сэкономленные в себестоимости, да, и потом потери рублей в управлении, в прожирании своей структурой гигантского объема накладных расходов, да, то есть, ну, такие вот вещи есть. Вот, поэтому последнее время мы учимся оценивать риски, выявлять эти риски, выстраивать причинно-следственные связи, причина возникновения риска, масштаб риска, как он повлияет, и программы для нивелирования этого риска, сведение к минимуму, может быть, к нулю даже иногда, да, то есть, устранение или снижение вероятности наступления этого риска, или размера риска, потерь, да, то есть, наступление вот этого самого вероятности этого события с определенным знаком, да, плюс или минус. Я не говорю уже о том, что научились оценивать вот эти самые, подвергать критической оценке бизнес-процессы компаний, да, много же, на самом деле, на виду, то, что делается неэффективно, да, ну, ручной труд, человеческий фактор, да, избитые фразы, на самом деле, их тоже можно оценить, разложить по полочкам, и мы, например, сравниваем, как бы, как сейчас, и как, возможно, будет, если внедрить такую-то инновацию, внедрить такое-то техническое решение, модернизировать, оптимизировать, как это, редизайн, реинжиниринг бизнес-процесса, модные американизированные слова, да, из английского языка пришедшие, ну, то есть, организацию, какую-то культуру управления, да, внедрение какой-либо системы управлений, начиная от графика документа оборота, культуры документа оборота, ответственности за неисполнение этого графика документа оборота, вот, культура документационного обеспечения материально ответственных лиц, например, да, фиксации фактов, работы в информационной системе, перенесение знаний.